Иерусалим 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 или римский язычник, выбрал бы коня и окружил себя особой пышностью. Но Христос решил взять ослицу и осленка. В иудейской культуре отношение к коням и ослам было различным. Закон Моисея запрещал царю увеличивать конницу. Второзаконие, глава 17, стих 16. Не только потому, что для оборонительной войны в горах кони были бы малополезны, но еще и потому, что учил надеяться не на военную силу, а на Господа. Кони мало использовались в сельском хозяйстве и ассоциировались преимущественно с войной. Поэтому Христос и выбрал осла в знак мира, а не войны. В древнем Израиле ослы были и у бедняков, и у вельмож. На них ездил даже предок Христов, великий царь Давид. Хотя царским животным был все же мул, а не простой осел. И вот сын Давидов посылает учеников в деревню, можно сказать лишь предположительно, что это вифагия, предвидя, что хозяин ослицы с осленком уступит их ему. Кроме того, Христос исполнял пророчество Захарии. «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима. Се, царь твой, грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Книга пророка Захарии, глава 9, стих 9. Это изображение триумфального шествия. Царь идет как победоносный, но без помпезности, будучи кротким и близким к народу. Учители Израиля знали, что этот стих относится к Мессии. Интересно, что один из книжников третьего века, как записано в Талмуде, говорил. «Если израильтяне будут иметь заслуги, он придет с облаками небесными. Если они не заслужат, то смиренно и верхом на осле». Если это представление существовало и в первом веке, то Христос еще и символическим действием обличил Иерусалим, подобно древним пророкам. Матфей присоединяет слова из еще одного пророчества, Исаии. «Скажите, чьере Сиона, грядет спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним». Книга пророка Исаии, глава 62, стих 11. «Черь Сиона – определение Иерусалима. На горе Сион стояла крепость Давида». Некоторые библейские критики считали, что здесь речь идет только об одном животном. Для еврейской поэзии характерна фигура речи, парафраз, повторение речи об одном и том же в разной форме. Но Матфей прекрасно знал особенности еврейского языка, и тем более Христос. Однако ради того, чтобы не оставалось сомнений в истинности исполнения пророчества, он берет двух животных. Выехав на Старую Римскую дорогу, кроткий царь отправился прямо в Иерусалим, где ему воспели «Ассанна» – младенцы, а саддукеи и фарисеи разорвали одежды от бессильной злобы. И мы, подражая кротости Христа, не будем искать себе почестей, но лучше подивимся снисхождению царя славы к нашему недостоинству, украсив ему путь в наши сердца. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok